Молодёжь устремлялась в наш дом Молодёжь устремлялась в наш дом Бывало, Муса с азартом пустится в пляск Но только он возьмёт разгон, как у Сулеймана расстраивается скрипка Он долго её настраивает А брат, готовый снова пуститься в вихрь пляски, с надеждой и тоской ждёт Жизнь его оборвалась так же неожиданно, как весёлая прессовая Если б грудь обожгло мне горячим свинцом Если б пуля засела бы в сердце моё Если б смерть, не давая подняться с земли, придавила меня кулаком Я бы счастьем считал эту гибель в бою Судьба посмеялась надо мной Смерть обошла, прошла стороной Скорпион себя убивает жалом Орёл разбивается о скалу Разве орлом я не был, чтобы умереть, как подобает орлу? Что делать? Отказался от слова От посреднего слова, друг, пистолет Враг мне сковал полумёртвые руки Пыль занесла мой кровавый след Когда я уже прочитала все стихи, напечатанные в Моабетской тетради То первые чувства, которые меня охватили, это была боль Мучительная боль за такую трудную, трагическую судьбу отца Я просто чувствовала такую вот тоску какую-то его Такие стихи, как «Сон в тюрьме» я без слёз и до сих пор не могу читать Потому что дочурка мне привиделась во сне Это очень тяжело От массивных дверей центрального блока тюрьмы Плицензии До кирпичного здания в глубине двора, где проводятся казни Сто четырнадцать шагов Сто тринадцать Сто двенадцать Сто одиннадцать О чём думал Муса, когда жить ему оставалось всего несколько шагов Старинное село Мустафино В ста пятидесяти километрах от Оренбурга по Казанскому тракту Здесь в феврале 1906 года родился будущий поэт У самого дома Залилова течёт маленькая речушка Неть Муса с детских лет стремится к самовыражению Играет на мандолине, зарисовывает с натуры полюбившиеся пейзажи, слагает первые стихи В 1913 году семья переезжает в Оренбург Муса учится в известном адресе Живут они здесь же, в небольшом подвальном помещении За годы учёбы он много читает Мечтает о собственной библиотеке, но денег на книги нет Муса разрезает на четвертушки тетрадь Сшивает маленькие книжки В одну переписывает любимые стихи Тукая В другую Пушкина В третью свои первые произведения Обложки украшает заставками и рисунками Известные на весь мир моабитские тетради Это тоже самодельная библиотека поэта Незримая тонкая нить Из плена до Родины Революция и гражданская война определили всю его судьбу С детства Джерель познал бедность и лишение Стихи про канатоходца и сирота рождаются в юном сердце от сопереживания тем, кому тяжело Позднее, в 1919 году, пишет поэт в своей автобиографии Я писал стихи, полные ненависти к белым бандам Стихи звали рабоче-крестьянскую молодежь в ряды Красной Армии В 1925 году напечатана первая книга поэта Барабыс Джалиль вспоминает После Оренбурга и Орска я продолжил комсомольскую работу в Москве Закончил литературный факультет столичного университета Выходит новый сборник стихов Работал ответственным редактором детских журналов Качкина и Птешлер и Октябрь Болосы Мои родители познакомились и поженились в Москве И жили в столешниковом переулке И в 1937 году родилась я там В нашей маленькой комнатке дверь не закрывалась У отца была масса друзей Приезжали казанцы, которые ночевали Оставались, жили по нескольку дней И приходили московские татары И друзья И было необыкновенно весело Я приходил к ним В втором этаже, маленькая комнатка у них была Тогда Чулпан Маленькая девочка была, два года Вот я приходил, он мне всегда переводы делал Роман Цеглинки, слова Пушкина Переводил на татарский язык Я Муса Делили знаю как человека очень скромный Небольшого роста Он был очень мягкий человек В 1935 году при Московской консерватории Открывается татарская оперная студия Муса знаком со многими певцами и музыкантами На его стихи композиторы пишут романсы Джейли становится заведующим литературной частью студии Он настолько был подвижный, открытый Вечно, как будто бы он тебя уже давно знает И прекрасно относится В 1939 году в Казани открывается первый татарский оперный театр В 1956 году построено новое здание оперного театра Его украшает скульптуру поэтов, которых так любил Джалиль Александра Пушкина и Габдулы Тукая С 1957 года театр носит имя Мусы Джалиля Когда закончили оперную студию Мы приехали сюда все И нам 11 квартир предоставили В том числе Муса Джалиль Назив Жиганов Мансур Музафаров Композиторы И вот как что Мы, значит, телефон еще не всегда Или как так Вечером, когда они уже начали писать Олкин Чеш Перестукивались И играли И шахматы И разговаривали на все темы Это было очень интересно Очень интересно Я тут готовилась Стать Тукзак Она Мать девяти богатырей Премьера оперы назначена на июнь 41-го года Из воспоминаний композитора Назив Жиганова Муса в своих героях как бы предсказывал свое будущее Я вспоминаю, как мы сидели с Мусой на репетициях Алтан Чач Тукзак призывает народ бороться против врагов И Джиг идет на войну В этом частица натуры Муса Джалиля Когда писатели Татарстана избрали Джалиля своим руководителем Он не захотел оставить работу в молодом оперном театре Муса Джалиль всегда был занят Многое сделал, как депутат Казанского горсовета По ночам в своем кабинете он сочиняет песни Работает над поэмой «Письмоносец» В сентябре 1941 года ожидается проведение декады татарского искусства в Москве И вдруг Сегодня в 4 часа утра Германские вооруженные силы Атаковали границы Советского Союза Перед самым отъездом в Москву Откуда он уже уходил на фронт Он пришел прощаться Я была тогда тяжело больна И лежала с большой температуры В жару Отец пришел в военном обмундировании Было очень странно его так видеть Он другой был А он сидел около кроватки И все время холодил свои руки А прутья железной кроватки Клал их на лоб И вот это прикосновение родного человека Осталось у меня в памяти очень-очень надолго Джалиль ждет назначения на фронт Из окон комнаты в Старешниковом переулке Он видит, как по улицам города идут солдаты Он торопится встать в этот строй Его отправляют на Волховский фронт В самое пекло военных действий Будучи корреспондентом газеты «Отвага» Он пишет очерки об участниках сражений Письма Стихи Кольцо вокруг 2-й ударной армии Сжимается со всех сторон Джалиль попадает в плен в 1942 году В то время, когда гитлеровцы Формируют национальные регионы из военнопленных Муса числится в лагерях под фамилией Гумеров Он категорически отказывается надеть вражескую военную форму Когда лидеры комитета Идель Урал узнают, что Гумеров Это Джалиль, хотят использовать славу поэта в своих целях Предлагают сотрудничество Но Джалиль, получив свободу передвижения по территории Германии Польши, своим авторитетом среди военнопленных татар Способствует объединению разрозненных групп сопротивления В одну организацию с центром в Демблине После того, как целый батальон татарского региона перешел к партизанам Готовится всеобщее восстание в лагерях легионеров Но по доносу провокатора Руководители подполья Муса схвачены И брошены в Моабитскую тюрьму На обложке второй Моабитской тетради Сохранилась запись поэта В плену и в заточении За период с сентября 1942 года По ноябрь 1943 года Создано 125 стихотворений и одна поэма Но на чем их записать? Умирают вместе со мною Сотрудники немецкого музея сопротивления Это антифашистский музей Очень крупное такое учреждение Взялись Послали запросы не только в архивы всей Германии Но и за рубеж И совершенно неожиданно в Праге В пражском государственном архиве Нашлась выписка из обвинительного заключения По делу Джалиля и его товарищей И там прямо сказано Что Муса Джалиль И все его товарищи Обвиняются в разложении немецкой армии Пособничестве врагу И в том, что они подорвали военную мощь немецкого рейха В музее антифашистского сопротивления Это в центре Берлина В здании, где когда-то размещалось Военное министерство фашистской Германии Это громадное большое многоэтажное здание И там в конференц-зале установлена эта мемориальная доска Она траурной лентой обвита Написаны все фамилии имена Джалильцев на татарском языке Рядом перевод на немецкий язык Фотографии тюрьмы, где их казнили А в самой тюрьме Плетцензея, где совершилась казнь Установили большие стенды Где приводятся фотографии Джалиля, Алиша, других его товарищей Сихи Джалиля на немецком языке За годы Великой Отечественной войны Миллионы наших соотечественников попадают в плен И проходят все круги ада в фашистских застенках На света катится молва Скажут труса из бедника в стол Дорогая недель этой велики Искренность, подлинность чувств В стихотворении Майабетской тетради Явелись неоспоримым свидетельством мужества и веры в победу не только Мусы Но и тех военнопленных Чей дух не был сломлен в немецких лагерях и тюрьмах Родина высоко оценила подвиг поэта 2 февраля 1956 года Мусе Джалилю посмертно Присвоено звание Героя Советского Союза Смертью без смерти завоевали наши поэты Кто-то спросит «Доказательство где?» Я промолчу Пусть ответят могилы Если сможете их найти Тукая, такташа, кутуя, Джалиля Джалиль для нашего поколения, для нас это живая легенда Мы росли в Италии, впитывали его поэзию И сами на их традициях пытались что-то делать в литературе Джалиль, конечно, выдающуюся личность Естественно, без личности не могло быть такого крупного поэта 22 апреля 1957 года Цикл стихотворений Мусы Джалиля Моабитской тетрадь Удостоин Ленинской премии Как волшебный клубок из сказки Песни на моем пути Идите по следу Да, самый последний Крис, захотите меня найти? Булдэ, ма? Булдэ? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok